Давайте найдем среднюю полосу, русскую равнинную. О том, что в их классе учится гроза преступного мира, ученики восьмого ад до последнего времени не знали. Влада Страхова в эту школу пришла недавно, поэтому рассказать о своем поступке еще не успела. В начале июня Влада с подругой Полиной возвращалась с прогулки. Услышали крик. Грабитель пытался отнять сумку у пенсионерки. Влада осталась помогать бабушке, а Полина выследила преступника и показала полицейским, где он скрылся. Его задержали. Когда его ввели сюда, во двор, чтобы увезти, он пытался удушиться. Снял майку. Но ему не дали удушиться. Вот. Потому что заметили. Спасенную бабушку девчонки посещают нечасто. После того случая Валентина Ивановна регулярно ходит по врачам. Вырывая сумку, грабитель сломал пенсионерке руку. Кстати, почему преступник выбрал именно ее в качестве жертвы, она до сих пор не понимает. Я открывала сумку. У меня там, знаете, у меня там была сто тысячная купюра, но она не настоящая. Она похожа на настоящую. Она как закладка была. Возможно, они поэтому и подумали, что у меня деньги большие в сумке. Благодаря девчонкам грабитель оказался за решеткой. На его счету было несколько краж. Поэтому тюрьму он отправился на 11 лет. Тюрьму он отправился на 11 лет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.